Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской компании Тикмил. И я представляю вашему вниманию свой обзор по техническому анализу отдельных инструментов, которые представляют интерес на текущий момент. Сегодня среда, 1 апреля, и мы традиционно рассматриваем с вами евро, которое ушло в коррекцию, по окончанию которой будем ждать новую восходящую волну. Австралийский доллар также, по всей видимости, готовится к нисходящему движению в рамках коррекции, и движение здесь может быть весьма-весьма серьезным. Также посмотрим индекс S&P 500, который после своего обрушения недавно вышел в рост, но сейчас, кажется, начал корректироваться. Пока основной сценарий предполагает именно коррекцию, но выльется ли это в новый виток роста, или же это полноценный разворот вниз, покажет время. А мы начинаем. Итак, евро ушел в коррекцию после достижения локального максимума в районе отметки 1.1146, восходящая трендовая линия была пробита, и на данный момент цена закрепляется ниже нее, образуя динамический уровень сопротивления, который сейчас тестируется снизу. Это свидетельствует о том, что нисходящая коррекция еще продолжится некоторое время, прежде чем снова начнется новая волна восходящего импульса. На данный момент пределы коррекции, откуда следует ждать начала новой волны роста, лежит в пределах уровня поддержки на 1.0830, но не далее разворотного уровня на 1.0680. Заход в эту зону и последующий отбой из него подтвердит намерение пары по дальнейшему росту, и при закоплении выше уровня поддержки на 1.0830, ближайшей целью для достижения выступит уровень 1.1053. В свою очередь об отмене сценария можно будет говорить при дальнейшем снижении и закреплении ниже разворотного уровня, расположенного на 1.0680. Восходящее движение по австралийскому доллару проходило с образованием восходящего клина с постепенным сужением диапазона колебаний. Данная фигура является предвестником будущей глубокой коррекции, либо продолжением нисходящего тренда. На данный момент основной сценарий предполагает именно коррекцию. Пара начала умеренно снижаться и сейчас покинула пределы клина, что может говорить о приближающемся нисходящем движении. При этом не исключено небольшое восходящее движение в сторону основного сопротивления, расположенного на уровне 0.6237. При его тестировании и последующем отбое цена направится в зону между 0.5870 и 0.5704. В свою очередь пробой сопротивления и рост выше разворотного уровня на 0.6307 отменяет сценарий с коррекцией и оставляет в силе прогноз на продолжение восходящего тренда. Индекс S&P500 похоже взял паузу в своем росте и ушел в фазу коррекции, которая очевидно еще продолжится некоторое время. Цена в своем росте встретила довольно ощутимое сопротивление на уровне 2599 с пиком на отметке 2638, который дважды пыталась преодолеть, но так и не смогла закрепиться на этой высоте, что привело к последующему снижению. На данный момент индекс умеренно снижается и еще имеет потенциал для снижения в район ближайшей поддержки на 2401, но не ниже уровня 2315. Заход в эту зону и последующий отбой от него подтвердит намерение цены по росту и направит ее к новому локальному максимуму в районе 2728. Отмена данного сценария состоится в случае дальнейшего снижения и закрепления ниже разворотного уровня, расположенного на уровне 2315. И на этом у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем профитной торговли, всем удачи и до новых встреч.